Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о празднике весны, о фобиях и о неснятом кино Сергея Бодрова. У микрофонов Данил Антоненков, Юля Недоля и Александр Онищук. Да, это правда, всё, что мы сказали только что. Ты давай-ка, ты пил холодное пиво или лизал холодное мороженое? Что ты делал? Я работал на спортивном мероприятии, там нужно было громко кричать, а у меня до этого немножко болело горло. А когда у тебя болит горло, тебе нельзя долго и громко кричать. Саша, вот ты опытный ведущий, кричать должен был не ты, а зрители, а ты должен был их заводить, понимаешь? Вот я это и делал. Чтобы зрители кричали, сначала кричать нужно мне. Ну, во всяком случае, в этом есть даже что-то таинственное в таком голосе. Да, я надеюсь, выздоровлю к следующей записи, а сегодня потерпите. Всё? Вопросов больше не имеется? Никаких. Отбивочку, пожалуйста. Даня. Алло, сейчас я начну. О-о-о! Мы подожди, хоп, пока. Хорошо, что ты предупреждаешь. Ну, чтобы все приготовились. Ну, правильно, не врывайся просто. Хорошо, хорошо. Воспитанный человек, постучался, хорошо. В общем, о фобиях. Шляпу снял. В принципе, выпуск, ой, выпуск. История моя будет где-то познавательная, но больше развлекательного плана. Это вы все такие сложные истории пишете, там, о личностях. Ты, там, ни одну библиотеку исшерстила. Илок, там, лазит, бельишко тоже, значит, известных людей перебирает. А я вот такие дурацкие истории от дурачка местного, понимаешь, деревянского. Короче, о фобиях, ребят. О каких-то вы знали, а каких-то нет. Будем разбираться. Ну, во-первых, сразу я говорю, что я не умоляю важность и тяжесть этих заболеваний, да. То есть, ну, некоторые достаточно смешные. Вот, сразу предупрежу. Мало того, я должен сказать, что и мы здесь втроем тоже боимся всякого. Вот, ребята, у вас есть, что вы боитесь, ну, больше, чем, как бы, обычно? У меня есть фобия, прям, прям, самая настоящая фобия. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я боюсь, я уже как-то говорила в эпизоде, я боюсь чудовищ под водой. Чудовищ под водой? Да. То есть ты фильмы пересмотрел? И когда я плыву где-нибудь там в озере или в море, и если я чувствую, что я не достаю дна, и мне кажется, что там сейчас кто-то будет проплывать, да, какая-то горгулья. Горгулья? Горгулья у меня вот так хватит и вытащит на дно. А проплывать? А горгона, медуза или как это. Короче, ну, поржи, поржи, я смотрю, так сдерживаешь смех. Не, нормально. В общем, я боюсь чудищ в воде. Чудищ в воде, так, Саша. Ты каких чудищ боишься? Я с возрастом, вот в детстве этого не было, я там творил всякое безбашенное, а с возрастом... Бунтарь. Я стал бояться высоты. Серьезно? Да. А в какой виде вот? Ну, вот я выхожу на балкон где-нибудь там, этажи на 13-м, 14-м, 15-м, 20-м, и мне неприятно смотреть вниз. А если он застекленный и полностью нормальный? Все равно, да? Или вот только открытый? Открытый. Ну, открытый, конечно, страшно. Открытый. Я катался тут недавно в горы, на подъемник подымался. Просто стеклянная кабина со стеклянным полом. Не страшно. А вот как только нет закрытого пространства, как только вот руку можно выснуть, сразу дрожь какая. Слушай, я хочу себе квартиру купить на высоком этаже. Бывешь ко мне в гости? Ну, если окна открывать не будешь, да? Ладно, я скажу. Ну, видите, вы как-то, знаете... Банально? Ну, банально, банально. Ничего себе банально. И одна всего лишь, да? Давайте я накидаю. Подожди. Давайте про себя скажу. Я про бабочек забыла еще сказать. Я боюсь бабочек, но это не фобия, наверное, просто какой-то страх, они противные, мерзкие. Бабочки прекрасны, за ними охотятся. Так, ребята, вы когда-нибудь видели макросъемку бабочек? Конечно. Это чудовище. Я их собирал в юности. Слушай, бунтарь. Это очень бунтарь. На иголки их прикалывал к деревяшкам. Ну, и сушил таким образом. А потом ел, да. Отличный чай. Я также высоту не очень переношу. Не то, что боюсь, но реально мне, ну, может быть, как Саша. Вот змей я вообще не люблю. Вот просто змей, кто-то их трогает. Меня там подписан на телеграм-канал, там, питерский. И там постоянно какие-то змеи в метро. Я думаю, вы что, охренели? Вот если бы я зашел и увидел там змея, я там окончурился бы. И он такой, ой, она так, ну, приятно. Она теплая. Да, тепло потрогать. Да, она приятная. Как это так вообще? А мне нравится. У людей инфаркт может быть. Да каких людей? У тебя. А представьте, есть же фильм, там какой-то, по-моему, змеиный полет. То есть это и высота, и змеи в одном. Ну, ладно. Я что-то вспомнил. Что еще? Ну, пауки так себе. Арахнофобия. Да, да, да. Кстати, высота – это акрофобия. Змеи – это герпетофобия. Сразу накидываю, да. Пауки – все правильно, арахнофобия. Кстати, согласно опросам, пауков боятся 50% американок, то есть женщин в Америке, и 10% мужчин в Америке. У меня у брата арахнофобия жуткая, с детства прям. Он, если в детстве видел паука, он просто вставал и орал просто, как вообще бешеный. Они же безобидные. Да, да, да. Как и бабочки. В принципе, такие же безобидные. Не, ну, пауки в наших широтах безобидные. Где-нибудь в Южной Америке, очень даже, или там в Австралии. А вот бабочки везде безобидные. Они просто некрасивые. Ну, кстати, вот согласно американской статистике, пауков боятся даже больше, чем огнестрельного оружия, автомобилей, самолетов. То есть вот так вот. И я вообще думал, кстати, ну, если завершать вот этот блог про нас, то что у меня нет клаустрофобии. Ну, нет, ну, что такого. И я проходил МРТ раньше. И не один раз. И все было нормально. И тут где-то год назад мне нужно было пройти еще МРТ. Ну, и там, у вас есть? Нормально? Да, там несколько раз было. Нет проблем. Сейчас музыку послушаю, посплю, там, позже жужжет. Запускает меня туда. И мне начинает... Блин, мне реально стрёмно. Мне начинает колбасить. Я жму на эту грушу. Он говорит, что такое? Я говорю, что-то не очень. Да я это, говорит, нормально. Я говорю, да нихрена не нормально. Я говорю, я проходил, у меня все нормально было. А сейчас мне колбасит. Что делать будем? Ну, давайте полежите еще. Я так полежал, поднастроился. Ну, вроде нормально прошел. Но я офигел от того, что вот такие мысли. А ты знаешь, вот чем больше ты думаешь об этом, тем вот это сжирает. То есть надо думать о бабочках, о пауках. О бабочках не надо. О змеях, о высоте. Но когда ты начинаешь думать, что у тебя клаустрофобия, он тебя накрывает. Поэтому, ребята, вот такая штука. Ну, ладно. Что такое фобия? Определение. Это тревожное расстройство психики, при котором человека преследует постоянное чувство страха. Беспричинного. И оно вызвано определенного рода объектами, действиями или обстоятельствами. Чувство это иррациональное, для которого нет оснований. Ну, если вы действительно идете по канату на высоте, то, наверное, это страшное. Есть основания. Если вы как бы застрахованы, то это вот именно фобия. Описано более 500 видов фобий на сегодняшний день. Конечно, мы их всех сегодня не разберем. Наиболее частые – это социальная фобия, связанная с людьми, и агорафобия. О ней попозже. Кто склонен к фобиям? Эмоционально чувствительные люди с богатым, естественно, воображением, которые себя накручивают. Ну, или просто со слабой нервной системой. Ты, Даня, к кому тебя относишь? Да хрен его знает. Люди, как это, люди проявляются в МРТ. Ну, я переборол, кстати. Силен. Мне нужно было пройти, и все, деньги уплачены, все, надо как бы пройти. Установлено, что в основной массе приступы вот этого страха провоцируются каким-то единственным случаем, который возник ранее. И вот этого единственного случая достаточно для того, чтобы потом всю жизнь это переживать и избегать его. То есть человек избегает. Фобии – это вид невротических расстройств, и достаточно широко они распространены по населению. Есть исследования, которые, ну, разные тоже проводятся, которые говорят, что от 5 до 12% всего населения, то есть это достаточно много, если брать 10, то это каждый десятый человек страдает фобией. И не просто что-то боится, а фобии. То есть это надо понимать. Большинство фобических расстройств, кроме вот социальных фобий, наблюдается юлок чаще у женщин. Вот, потому что они, наверное… Фантазерки. Да, фантазерки, да. Нет, ты сейчас сказал о том, что когда что-то, ну, происходит, потом ты этого боишься. Да. И я сейчас вспомнила все случаи, да, и даже случаи с чудищами. Что бабочка с тобой сделала? Нет, знаете, моль есть вот эта неприятная. Я попала под какой-то фонарь, где их было очень много, они вот тут в ушах, в волосах путались вот это все. А с чудищем… Да, кто за пятку пустил? В Калининградской области есть Виштанецкое озеро, с Литвой ограничит. И мы с папой там плыли на лодке, и он мне рассказал байку, что там живет огромный сом, который утащил младенца под воду. И я только сейчас это вспомнила и поняла, почему я боюсь чудища. Привет папе, папа, молодец. Спасибо папе за фобию. Да папа за счастливое детство и взрослую жизнь. Ладно, а какие бывают фобии? Генетические – просто ты родился с ними. И на самом деле доля генетических факторов – это 35-45%, то есть достаточно распространенная вещь – генетическая фобия. Биохимическая – это когда, ну это доказано, вот в ряде случаев у пациентов с фобиями отмечались повышенные концентрации воспалительных маркеров, которые могли быть ассоциированы с активизацией стрессовой реакции центральных и периферических иммунных клеток. То есть на биохимическом уровне, то есть объяснимые. И психологические – это вот склоны к переживаниям, эмоциональности и так далее. То есть три вида – генетические, биохимические и психологические причины фобий. Ну и давайте по фобиям немножко пройдемся. По забавным? По разным. Итак, агорофобия, которая тоже одна из самых распространенных. Страх открытых пространств. Фобия проистекает из страха оказаться в ситуации, когда невозможно где-то спрятаться или укрыться. Ну там в поле, например, да? Может быть на стадионе там, я не знаю. Я вспомнила сон, когда ты пытаешься убежать и не можешь как будто бы, да? Ну, не знаю. Может, ты в лесу пытаешься убежать, знаю. Логофобия – это боязнь публичных выступлений перед людьми. У меня была такая штука. В смысле? Как ты в ведущих пошел? Переборол. Как с МРТ? Работал диджеем в 11 классе школы в клубе ночном. И ко мне подошли люди, говорят, там, день рождения, вот тебе там денег, пачка, надо произнести и поздравить. Саш, не в ночном клубе, а в сельском. Я три-четыре раза включал на чудовом сельском клубе, я три-четыре раза включал микрофон, чтобы что-то сказать, и не мог это сказать. Ух ты, круто. Просто не мог. Да. Ну и в итоге? В итоге так и не сказал. Да, но сказал потом. И очень многое до сих пор остановиться не может, не заткнуть. А деньги вернул пачку? Нет, если бы у него была боязнь денег, он бы вернул, но я боюсь, что он не боялся денег. Об этом мы тоже поговорим. Итак, мизофобия, да, это третья фобия из моего небольшого списка. Саша обожает, когда я готовлю... Аж на часы смотрит, да. Мизофобия, да, это боязнь микробов, грязи или загрязнения. И, естественно, эта фобия связана со страхом смерти. Ну, типа микробы, загрязнения, и боится человек умереть. Страдальцы одержимы чистотой и постоянно могут мыть руки или принимать ванну или душ, не знаю. Значит, кто страдал? Ну, интересно, мизофобия такая распространенная штука среди известных людей. Тесла, Ницше, Шопенгауэр, Трамп, Кэмерон Диас, Майкл Джексон, Владимир Маяковский и барабанная дробь Вячеслав Добрынин. Помните такого? Да. Вот, наряду с Маяковским. Гидрофобия или аквафобия. Это, юлок, не чудище люди боятся, а утонуть. Ты боишься быть съеденной. Ну, ты не младенец, нет такого сома, который тебя утащит. Не родился такой сом. Ну, я такая хорошенькая. Ну, ножку может засосать, откусить, я не знаю. Значит, гидрофобия наблюдается у тех, кто не умеет плавать, что логично. Кстати, ребята, записываемся в школу. Саш. Swimlab. Еее. Еее. Ладно, Саша, Саша. Чуть не перепутал школы. Ладно, а значит, среди людей, опять пройдемся по знаменитостям, кто боится утонуть. Мишель Пфайфер, Кармен Электро, женщина, да, военно-райдер. Пока в порядке, да? Натали Вуд, кстати. Натали Вуд, вы не знаете, это все-таки там 70-е, по-моему, года, там середина прошлого века актриса. Она же Наталья Николаевна Захаренко. Кстати, Саш, тебе подготовить историю «Наш человек в Голливуде». Она обладательница... Я специально даже немножко собрал информацию тебе. Есть у меня в списке. Серьезно? Да. Обладательница двух премий «Золотой глобус», трехкратная номинантка на «Оскар», крутила Шуры Муры с Элвисом. В общем, тебе есть, что рассказать. И утверждается, что она страдала аквафобией всю жизнь и не зря утонула при невыясненных обстоятельствах во время плавания на яхте острова Санта-Каталина в Калифорнии. Жесть. На яхте находились ее муж Роберт Вагнер, актер Кристофер Уокин. Ну, Кристофер Уокин, помните? Да. Это который в «Сонной лощине». Который в клипе снимался. Да, я там танцевал, да-да-да. Вот так вот. Поэтому фобии... А вот есть другая фобия, я сюда же добавил. Называется аблютофобия. От слова «умывание» — «смывание». И речь идет не о боязни утонуть, а просто иррациональный страх перед умыванием, стиркой или чистотой. Есть и противоположность аблютофобии. Аблютофилия. «Сексуальное возбуждение, Юля, от умывания и купания». Почему Юля? Ну, я не знаю. Саша как бы... Ну, не хотел я такое Саше говорить. Ну, это приятная фобия, ладно. Нет, это филия. А фобия — это боязнь. Да, боязнь. Вот кто-то боится, а кто-то очень любит, что даже наслаждение получает. Кстати, вот прусский король, Фридрих Великий, боялся воды и не мог умываться. Его просто протирали полотенцами. Языками. Да, Саш, чтобы стать фаворитом, не такое сделаешь, да. Ладно, идем далее. Филофобия. О, то есть это боязнь любви и влюбиться. То есть не хотят влюбляться. Мне кажется, я знаю одного человека с этим заболеванием. Наверное. Как минимум одного. Расскажешь нам. Как-нибудь, да. Кинофобия. Ну, это с собаками, понятное дело. И страх быть атакованным ими или укушенным. То же самое же кинолог, да, отсюда? Да, кинолог. Ну, я бы сказал, что у меня... Кстати, вот я вспомнил о своих фобиях, да, и в начале рассказа. Ну, у меня к собакам такое же примерно отношение. Когда вижу собаку без намордника большую. Ну, мне на самом деле в детстве кусала собака. Наверное, от этого это связано. Слушай, мне кажется, не надо путать фобию. Вот прям фобию. И вполне себе рациональную штуку. Ну, идет бойцовская злючая. Огромная собака. И вот почему ты без намордника? Я не понимаю таких хозяев. Надо с ними разбираться. Вот у меня случай. Я здесь гуляю. У меня отличный парк. И, значит... В Купчино практически. Да. В Санкт-Петербурге. И облюбовали собачники. А я там гуляю. Да я даже босиком там гуляю. Потому что, ну, чтобы... Потому что тебе сказали, что так надо делать. Ну, так полезно для нервных хранчаний. Ну, неважно. Я гуляю. И вот эти собачники ходят, ходят. А это, типа, их место. А я что тут делаю? Ну, они так считают. И вот они выгуливают. И фига на меня бежит собака без повадка, без намордника. Достаточно большая лает. Ну, то есть я вижу, что она бежит ко мне. А чухо-хоа бежит. Да, да, да. И земля трясется. Ну, и я уже все. Я там, как бы там... Совещание пишу. Нет, готов был оказать ей сопротивление. Как? Руку выставлял? Махаться. Махаться выше. Да, да, да. Не, ну, серьезно, я... Ну, по сути, я ее как бы шуганул, замахнувшись. Ну, ударить ее по лицу или куда там. Она шуганулась, и на меня, внимание, стала наезжать хозяйка, что я пугаю собаку. То есть она без намордника, без ошейника. А я, видите ли, ее собачку запугал. Что с людьми не так? Даня, ты понимаешь, что значительная часть наших слушателей, это любители собак, которые слушают наш подкаст, гуляя с собаками. Я надеюсь, они все выводят с намордником и с шейником или в безлюдных местах. Если что, вы не бежайте за Данила, у него просто фобия. Он не созвал. Он просто босиком гуляет и наступает, видимо, на всякие блюшки. Так что перейдите в пакет. Вот Юлок только об этом и думает. Как раз таки я смотрю под ноги. Ладно. Нектофобия. А иначе не закончим. Нектофобия. Это иррациональный страх темноты. Ну, все знают, что там дети, например, боятся темноты. Ну, и взрослые тоже. Нектофобия. Я в детстве, какой-то период времени боялся темноты, ровно после просмотра фильма «Кошмар на улице Вязов». Только после него. Ни один меня фильм не пугал. После этого как-то было стрёмно, там, не знаю, месяц, пока не отошел. А вы что, коллеги? Нормально с темнотой? Да неинтересная история про темноту и детство. Ну, что это? Не, ну, по какой-то причине. Вот я чётко помню из-за фильма. Я не боялась темнотой. Фредди там вылазит, да? Это где Джонни Депмон, молоденький, красивый? Где? Нет. Инглуд старенький. Понятно. По-моему. Ладно. Интересно. Так, главный герой. Колорофобия. Ну, это боязнь клоунов. Ну, вообще-то, после фильма «Оно», наверное, оно у многих. Я думала, что и без фильма «Оно» много кто боится клоунов. Да. А максофобия. Навязчивый страх находиться в автомобиле или ехать в нём куда-то. Это и боязнь вагонов. То есть люди страдают от того, что просто куда-то передвигаются. Они боятся попасть в аварию, впоследствии травмы и смерти. И, ну, проведена статистика. Большие людей в этой фобии страдают в возрасте от 20 до 40 лет. То есть молодые нет, старые тоже нет. Видимо, уже отпустил от 20 до 40. Вот так интересно. Аутофобия. Патологическая боязнь одиночества. Появляется через внутреннее беспокойство, там, скуку, неумеритворенность. И обычно возникает, когда человек находится один, пытается себя чем-то занять, но бесполезно. Представляешь? Один пытается занять бесполезно, и вот такая фобия. А хорошее название – херофобия. Тебе нравится? А почему? Удивительно. Ну, потому что, значит, от слова «радоваться» англического. Да, 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 радоваться. Так, а чего, боясь радоваться? Да, испытывает рациональное отвращение к счастью человек, да. Вот, нечего, мол. Люди боятся влюбляться, радоваться. Это я вам так сказал конкретно. Теперь давайте короткой строкой. Короткой. Просто какие бывают фобии. Галитофобия – боязнь неприятного запаха изо рта. Акнефобия – боязнь появления угрей. Гаптофобия – боязнь прикосновения окружающих людей. В метро не проедешь. Анимофобия – боязнь бури или сильного ветра. На природу тоже вряд ли. Педиафобия – боязнь предметов, имитирующих человеческий облик. То есть куклы, восковые фигуры. Мадам Тюсо вам не ногой. Антофобия – боязнь цветов. А где цветы, там и бабочки. Децидофобия – боязнь принимать решения. О-о-о-о! Это у всех так много людей. А попатофобия – боязнь заходить в туалеты. И попа тут ни при чем не уйдет. Гидрозофобия – боязнь вспотеть. Ладно. Дорофобия – боязнь получать или делать подарки. Саша, не страдаешь, нет? Ты знаешь, почему ты мне не даришь подарки? О-о-омюфобия. О! Так, ребят, скоро 8 марта, мотаем на ус. Ну-ка, ну-ка, как еще раз? Дорофобия. Записывай. А тихий фобия – боязнь совершить ошибку, потерпеть неудачу. А калифобия – боязнь красоты. Слишком красиво, я помню, там, что-то там. Гравидафобия – боязнь встречи с беременной. Ну, тут как бы фобия или, да? Значит, аурафобия – боязнь золота. Ребята, у кого проблемы, у кого аэрофобия, срочно ко мне. Ну, так к подаркам-то даже можно. Срочно ко мне будем работать. Работать, напишите мне. Серьезно? Хрематофобия – боязнь прикосновения к деньгам. Ребята, вы знаете, к кому обращаться. Неофобия – боязнь нового, перемен. Климакофобия – боязнь ходьбы по лестнице. По лестнице. Ацерофобия – боязнь кислых продуктов и напитков. Серьезно, стазобазофобия. Боязнь – стояние и ходьбы. Саша, у тебя ее нет? Нет. Ты ходишь очень много. У меня у коленей иногда бывает боязнь лестницы. Боязнь – попасть под дождь. Уранофобия – боязнь смотреть в небо. О, Юлок, для тебя – винофобия. Боязнь – употребление вина. Ого, это вообще ко мне не относится никак. Винофилия, да? Да, у меня филия. Значит, Саша, для тебя – пеладофобия – боязнь плосения. Для меня? Хорошо, ладно. Хайрофобия – боязнь появления чувства веселья в неподобающей обстановке. Это может быть, да. Эй-сап… Надо собраться. Эй-сап-трофобия – боязнь собственного отражения в зеркале. Не? Не? Не попал. Ну, и в завершение. Надо сказать, что вроде столько фобий наговорил, и кажется, что это негатив, и фобии усложняют нам жизнь, да? Но я бы хотел закончить свой список позитивной фобии, да, которая нам помогает в жизни, жизнь улучшает. Прошу любить и жаловать. Гамма-фобия – боязнь вступления в брак. О, ну ты не мог мимо этого пройти. Ну, не мог. И я не прошел. И я тебе аплодирую. Молодец, нашел же. Он ради этого всю историю писал. А какой довольный сидит. Вы бы видели его лицо. Это надо было снимать, конечно. Рубрика «Комментарии». Саш. Да. Удивительные комментарии. И для тебя надо сделать джингл, видимо, отдельный, да, под эту рубрику? Данил, если тебе нравятся удивительные комментарии, я не возражаю. Знаешь, на что это похоже? На плохой поставленный диалог по ролям. Понимаешь? Поэтому давайте к комментариям. Итак, Сергей Бакин нам написал первый раз. Сергей пишет, поэтому проявите уважение, да. Хорошо, что завтра четверг. У Сергея, видимо, я писал в среду. Не грустно будет пешком вдоль дороги бежать. А даже не знаю, что буду делать, когда кончатся все старые выпуски и останутся только те, что будут выходить на неделю. Не хватает мне. Но пока еще 42 осталось. Узнаю, что было в начале. Ну, во-первых, это значит, что человек много бегает вдоль дорог. И это прекрасно. Вдоль дорог? Вдоль ночных дорог, как пела певица? Вот. Известно. Во-вторых, привет. Вам большой. Рады, что вы с нами бегаете. Так, есть комментарий очень конструктивный. Мы как-то заикнулись, что что-то неположительное комментарии. И человек решил нам помочь. Его зовут Ак-дядька. Ак-дядька. Ак-дядька, да. Комментарий оставлен в приложении подкаста от Apple. Единица поставлена. Одна звездочка. Одна звездочка. То есть это ужасно. И очень конструктивный. Мы, Саша, мы же всегда говорим, что мы любим конструктивную критику, да? Да. Да. Поэтому вот, пожалуйста, вот пример. Ужасно и непрофессионально ведут подкаст. Угу. Все. Кто там заскрипел? Что, ты не согласна? Это не конструктивно? Я протестую. Протестую. Нет, ну давайте, давайте подходить как бы конструктивно. И коли уж мы говорим об этом. Данила, есть у тебя диплом профессионального ведущего подкастов? Нету. Значит, ты непрофессиональный? Слушай, у меня есть два диплома. Ну, на них написано подкастер. На одном написано экономист-математик. Ой, а у меня есть. Подкастер, диплом. Диплом? Диплом, да. Наверное, кто-то. Правда, диплом, да. Есть одна онлайн-платформа. Я там просто решила пройти курс. Да, так что я профессионально подкастер. Так это же еще хуже, смотри. Смотрите. Не-не-не. Среди нас профессиональный ведущий, а ведет непрофессионально. Да нет, просто, а дядька, значит, ошибся. Мы профессионально ведем. С дипломом. Мы не обижаемся. Кто о чем, а в Шиве Абане. Так. Есть такое выражение. Хороший заход. Нет, кто о чем, а, Саша, о наших. Не-не, ну, я как... За рубежом. Как ведущий мероприятий, в том числе праздничных. Буду сегодня о праздниках. Кстати, тебя на поминки можно звать? Кстати, звали недавно. Серьезно? Да. А что там делать? А что такого, я бы сказала? Нет, ну, в смысле, что там делать? Давать людям возможность высказаться. Вспомнить. Слушай, у тебя все костюмы хипцерские. Ты какой, веселый наденешь? Да нет, ну, я отказался. Я отказался. Ну, звали. Действительно, это прям серьезно. Ну, нет. Ну, так Саша так грустно говорит, ну, поминки-то... Ну, люди, да, умирают и устраивают поминки. Что в этом такого-то? Да это же веселье. Нет, это не веселье, но ничего такого нету. Ну, ладно. А праздник я буду сегодня. Этот выпуск выйдет 2 февраля. Так, все подсчитано. Ну, так что, если вы слушаете 2 февраля, то знайте, что сегодня, 2 февраля, во-первых, день воинской славы. В этот день случилась победа в Сталинградской битве, это важное событие, было переломный момент и все остальное. Мы это все знаем, помним, конечно же. Сталинградскую битву знают во всем мире, между прочим. Ну, это крупнейшее сражение. Да, да. Во-вторых, в этот день, 2 февраля, в Канаде, в США празднуют день с рука. О, сурок Фил проснется и скажет, будет ли зима долгой? Ну да, они определяют, когда же придет весна, как скоро это случится. Фил! Фил Коннорс! А еще, сегодня, 2 февраля, 12 день празднования Китайского Нового Года. Вот это важнее, конечно. Какая там Сталинградская сурок? День очищения. Этот день китайцам предписано. Клизма ставит. Сидеть спокойно дома, ничем особо не заниматься, быть неактивным. А, понял. Ну, все понятно. Во-первых, это 12 день, до этого было 11 дней празднования. Мы как-то рассказывали же, да, про Китайский Новый Год? Впереди еще несколько дней празднования. Да, действительно, мы об этом рассказывали. Был у нас выпуск предновогодний. Причем подробно. 71-й. Ну, можете послушать, да, назывался он. По-моему, я рассказывал. Да, так и было. Сегодня я поэтому в подробности самого празднования не буду вдаваться, зато немножко поговорю о календаре, но и в целом. Итак, в отличие от нас, в Китае, а если правильно говорить, то в Китайской Народной Республике нету постоянной, точной, да, даты наступления праздника. Да, плаваешь. Традиционный китайский Новый Год, или, вообще-то правильно называть этот праздник, праздником весны, выпадает на одну из дат в промежутке между 21 января и 21 февраля. Все дело в том, что эта дата определяется традиционным китайским календарем. Тем, что был в ходу до введения Григорианского календаря. Ну, того, что признан во всем мире сейчас, да, по которому живет мир сейчас. Понятно, что странно и глупо говорить о том, что Китай – это большая и серьезная страна, что она интегрирована во все процессы. Саш, словосочетание «большая и серьезная» не бывает мало в нашем подкасте. Согласен. И, конечно же, китайцы давным-давно уже пользуются новым календарем. Они его называют так, или они называют его еще западным, или солнечным календарем. Все дело в том, что их традиционный календарь – это лунно-солнечный календарь. И праздники, соответственно, плавают в нем. Плавают. Да. Праздник весны случается в первый день первой луны. Что это значит? Это значит, что он привязан к первому новолунию, случающемуся после зимнего солнцестояния. В этом году, в 23-м, их Новый год, или их праздник весны, случился 22 января. А можно вопрос? Если у нас день зимнего солнцестояния, типа, 22 декабря, да, 22-23, то как первая луна может быть там в феврале, чуть ли не в 20-х числах? Ты же сказал с 21 января по 21 февраля. Как это вообще не сходится? Луна – это месяц обычно. Потому что эта дата солнцестояния, она постоянна. А лунные фазы, они привязаны к другому процессу. И, соответственно, они относительно этой даты плавают во времени. Понял. Китайцы, как я и сказал, пользуются солнечно-лунным календарем. То есть их календарь учитывает оба светила. Ну, светила в кавычках, понятно, в этом случае. У них есть 12 месяцев, так же, как и у нас. И это привязано как раз-таки к лунным фазам. В 12 раз меняются эти самые фазы. А еще у них есть привязка к солнцу. И в данном случае нужно говорить о 24 сельскохозяйственных сезонах. И структура календаря сложная. И вот эти самые взаимосвязи между солнцем и луной, они сложные. И сейчас сложно в этом разобраться. А раньше было еще более сложно людям, которые необразованными были. И вообще в Китае в древнем, ну и даже можно сказать, что достаточно там не древнем. Ну, то есть все в то время, когда календарь был в ходу, обычным людям не нужно было в нем разбираться. И в какие-то периоды времени китайцы даже могли лишиться головы за то, что они лезли в эти самые исследования, изучения, какие-нибудь улучшения. Не положено, конечно. Да, нечего, нечего. Не буду вдаваться в подробности, ну, потому что не положено. Но проведу несколько примеров названий тех самых 24 сельскохозяйственных сезонов. Понятно, что если ты занимаешься сельским хозяйством, то плавающий календарь тебе не подходит никак. Плавающий. Потому что тебе нужно сажать картошку в определенное время. А если там месяц плюс-минус туда, это как бы совсем не очень даже хорошо. Несколько названий вам этих самых сезонов перечислю. Итак, 4-5 февраля – это начало весны. 19-20 февраля – это дождевая вода. 5-6 марта – пора пробуждения личинок. Вот. Личинок-бабочек. Выбросим несколько названий. 5-6 мая – это начало лета. Как-то у них, да, все? 21-е, 22-е мая – малое изобилие. Малое. Ну, то есть уже что-то выросло. Что-то есть можно искать. Маловато. 7-8 июля – малая жара. Опять малая. Да. А 23-24 июля – большая жара. Вот. Нормально. Купаться можно. 7-8 августа – начало осени. Малой. Рано летом, смотри, лето в мае начинается, в августе уже осень. Ну, 5-6 января – малая холода. А 20-21 января – большие холода. Большие холода. Очень оригинальные. Я должен сказать, разнообразные, конечно, названия. И китайцы, они такие фантазеры. Ты по-китайски озвучи-то все. Так, да? Тебе голову отруметь после выпуска. Я матернулся, что ли? Понятно, что вот обо всем об этом практически мы с вами не слышали. Ну, я, честно говоря, никогда не слышал этих названий. Какими бы оригинальными или неоригинальными, Данил, они ни были. Зато есть то, о чем мы слышим каждый год, и о чем многие даже думают. Слушай, малый я знаю медведица, и таз еще малый бывает. О чем мы обычно говорим? О том, чей это год. Правда? То есть, ты имеешь в виду, там, год козы, год дракона, вот это все? Да, 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 да. Я просто в год козы родилась, поэтому я первая об этом сказала. А вот все сходит, все ясно, да. Про козу поговорим отдельно. Значит, в китайском циклическом календаре существуют сложные циклы взаимосвязные. Так. Там комбинируются циклы по 10 лет, так называемые небесные стволы, и циклы из 12 лет, это земные ветви. Сейчас будет сложно, но попробуем разобраться. В стволах и ветвях. Значит, наименьшее общее кратное для 10 и 12, это 60. Да. Число, которое делится нацело и на 10, и на 12, 60. Существует 60-летний цикл повторяющийся. И вот этим 60-летним повторяющимся циклом они пользуются на протяжении уже тысяч лет. Все очень просто. Можно разобраться и определить, какой год, каким символом определяется. Для этого создается таблица 10 на 12. 10 столбцов и 12 строк. Ну, матрица. Короче, 120 вариантов, да? На самом деле 60, потому что используется каждый второй. Сейчас расскажу. Значит, столбцы, я уже сказал об этом, это небесные стволы. Знаки десятиричного цикла, и к ним относятся 5 элементов. Дерево, огонь, земля, металл и вода. Эти элементы, они вообще являются такой основой китайской философии, и для того, чтобы сделать из них 10, они еще бывают и янь. О, ловкачи. Вот. Таким образом получается 10 столбцов. А строк 12, как я сказал, это земные ветви, это знаки 12-тиричного цикла, которым присвоено, помимо всякого прочего, разные символические животные. Те самые мышь, она же крыса, корова или бык, тигр, заяц, он же кролик, дракон, змея. А дракон, он же кто? Дракон, он и есть дракон. Он же дракон, да. Конь или лошадь. Овца. Обезьяна. Овца. Петух. Собака и свинья. Козы нет. Козы нет. Поэтому ты овца, видимо. Нет, ты овца, ну что? Я овца. Те, кто родился в 91-м году, вы тоже овцы все. Итак, представляем себе табличку, да, 10 на 12, 10 столбцов, 12 строк. Соответственно, дальше год и записывается в эту самую табличку. В крайний, левый, верхний записывается первый год. Второй записывается год на вторую строчку, во второй. Во второй, да. И так по диагонали записывается год. Как лесенка получается. А табличка это будет в телеграм-канале? Да. Для понимания я тут выложу. Соответственно, заполняется по диагонали. То есть, помимо того, что я овца, я могу еще понять, к какому отношусь я? Соответственно, ты дальше смотришь год и находишь год в табличке. И дальше смотришь пересечение чего с чем. И в таком случае, соответственно, вот этот 2023 год, он находится на пересечении чего? Кролика. Это год кролика и стихии воды. Элемента вода. Водяной кролик, да. А ты не кролик? Получается водяной кролик. У каждой стихии еще есть цвета. Даже не в царе. У воды есть два цвета. Голубой и черный. Соответственно, этот год, это год черного водяного кролика. Да, да, все верно. Вот. Я это знал, но не знал почему. А я не знала. Глаза открыл мне. Вот в этом суть. Соответственно, год кролика может быть пяти разных цветов, потому что есть пять разных элементов. Он будет огненный. А черный это какой элемент? Вода. Вода. Странно, да? Ну, вода бывает темная, значит черная вода. А бывает голубая, когда светлая. Вот видим как-то так. Соответственно, раз в 60 лет это все повторяется. Табличка простая. Вот в этом я решил разобраться. Это мне показалось интересным. И если на слух сложно, действительно, зайдите в телеграм-канал, там будет табличка, там все поймете. Всем интересно. Особенно в этот выпуск интересно узнать, что Юля овца. Многим, да. Ребята, ставьте лайки. Ну и... Лайк-репост, шер. Возвращаясь к началу, праздник весны. Да, Даня, ты все правильно сказал, мы об этом рассказывали. Много традиций, много всякого интересного. 15 дней люди празднуют традиционно. Ну, понятно, что опять же в современном, прогрессивном, большом Китае столько праздновать невозможно. Экономика встанет. В этом году они праздновали с 21 по 27 января. У них были каникулы официальные. Неделя. Нормально. Нормально. Ну и, соответственно, совсем скоро, 5 числа, мы выходим 2, а 5 числа случится заключительный праздник в череде. Называется праздник фонарей. Это тоже такой большой красивый праздник. Куча традиций и всего интересного. Ой, а когда на воду фонарики пускают ночи, которые горят, да? Запускают. Запускают. Мне кажется, вперед боськи лезу. Расскажем как-нибудь о празднике фонарей. Там огромное количество традиций и интересных как-нибудь в другой раз. Мы их любим раздавать. В завершение скажу, что 2023 год по китайскому литой исчислению это 4720 год. В будущем живут. Вот. Так, а по нашему старому 7000 какой? 7000 какой-то. Да. Какой-то. Но мы забыли об этом. Да. Иногда так случается, что мы допускаем ошибки, но у нас есть большое количество слушателей, которые нам на эти самые ошибки указывают. Ну, это очень редко, Саша. Очень редко. Ну, нам кажется, что редко. Если вы вдруг нашли ошибку в нашем подкасте, напишите нам обязательно в телеграм-канале или на почту, или где-нибудь еще. Лучше так, чтобы мы это прочли оперативно. И мы справимся. Да, но не забывайте, что это не должно стать смыслом вашей жизни. Да, это правда. Ну, и подкаст у нас развлекательный, в первую очередь. Однако, все-таки хочется, чтобы этих самых ошибок было поменьше. Поэтому и справляемся. В прошлом выпуске мы допустили ошибку и сказали... Давай, я возьму ответственность на себя. Давайте-ка не мы, а кто-то. Есть всегда у ошибки, есть имя, фамилия, отчество. Да, мне не стыдно. Да, я допустила ошибку. Тот, кто допускает ошибки, двигается потом вперед, понимаешь? Типа, если не упадешь, то не встанешь, да? Вот именно. Да, Кэти Перри, не дочка Джо Перри. Да простите, извините. Да, вот. Возможно, вам и не довелось услышать эту глупость. То есть мы ее исправили в подкасте, ее теперь нет в том выпуске, который опубликован. А кто-то услышал, написал. Да. Мы проверили, действительно, не так. Спасибо. Если вы услышали ошибку, пишите, будем исправляться. А может быть, она сестра Мэтью Перри? Да. Не снятое кино Сергея Бодрова назывался мой эпизод. Точнее, называется. Сергей Сергеевич Бодров родился 27 декабря 1971 года в Москве. Больше известный для многих, даже для меня, когда я смотрела первый раз фильм «Брат» и «Брат 2» Данила Багров. В нашей переписке ты написала «Сережа». «Сережа», да. Нас это возмутило. Нет, во-первых, не нас, а тебя. Меня это возмутило. У нас это мы и Николай Второй, да. Так, я в нашу группу, где мы втроем, да, с ребятами, я написала, что, ребят, я буду говорить о Сереже Бодрове. Сереже. И я сказала, почему я назвала его Сережей. Тоже, потому что я как бы старше его уже, получается, да, ну, как бы все мы знаем, что произошло. Ему 52... Было бы, послушай, ну, он же, он молодой, красивый мужчина был, понимаешь? Ну, просто Сережа, это, не знаю, какое-то уважение и все остальное. Сереженька, хорошо, что не было. Давай, давай, давай. Ладно. Его папа известный режиссер Сергей Владимирович Бодров, мама педагог-искусствовед Валентина Николаевна Бодрова. То есть он, получается, Сергей Сергеевич Младший. Учился Сергей Бодров Младший в московской школе, номер 1265, с углубленным изучением французского языка. Все говорили, что он потрясающе владел этим языком и говорил на французском. Ну, знаете, получается, что у нас Сергей Бодров, Сережа, он как-то в голове все-таки свой парень, парень из народа, вот как бы, то есть из глубинки. А, в принципе, он рос в семье, ну, интеллигентной, московской столичной, извините меня, сын режиссера, то есть бомонд, элита и в школе крутой. Поэтому это надо понимать. Ну, я когда готовилась к эпизоду, я вообще практически всегда пытаюсь найти какие-то фильмы, документальные фильмы, и он вообще не тот, кем я его, в принципе, всегда представляла себе. Он какой-то суперначитанный, умный парень, интеллигентный. Ну, смотрите, вот, кстати, это же не первая такая штука, потому что в чем прикол? То есть, с одной стороны, он действительно в бомонди и в элите, да, начиная со столицы школы, но, с другой стороны, очень тонко чувствовал народ, да, народ, который там попроще, в глубинках, и вот это чувство его и понимание обычного народа и делает его, там, великим или легендарным, и человек, которому ты любишь и кажется своим. И он не один такой в истории, там, культуры в нашей, поэтому у нас к нему и уважение. В общем, это интеллигент и элита, которая, ну, прям с народом вот очень близко чувствует. Ну, мое мнение. Ну, да, да, ты прав. Хотя я не буду сравнивать его с персонажем, потому что это неправильно, потому что он все-таки немножко не такой, но, в целом, да, ты прав. Ну, кстати, вот сам Сергей Бодров о своих юных годах и вообще о своей жизни, повлиявших на его мировоззрение, написал сочинение, которое называется «Восемь событий, которые оказали на меня влияние или как я вырос хорошим человеком». Я его читала, и я оставлю ссылку в телеграм-канале, оно небольшое и очень-очень интересное, доброе. Я прям читала и, ну, если честно, улыбалась, поэтому советую всем. И после школы Бодров хотел поступать во ВГИК, это Всероссийский государственный институт кинематографии. Однако его отец объяснил, что к кино должна быть страсть. Еще с детства. И, мол, у тебя талант должен быть, а у тебя таланта нет. Нормально. Да. Поддержал папа. Ну, как бы не поддержал. И Сергей поступил на исторический факультет МГУ, то есть пошел по стопам своей мамы. И он специализировался на истории искусства, точнее, на живописи венецианского возрождения. И просто вообще какой-то отвал башки, если честно. Учеба ему очень легко давалась, он был очень дружелюбным, умным, жизнерадостным. Ну, вообще просто какой-то, ну, честный, идеальный человек. Вот, я когда в его биографии копалась, я ничего не могу про него сказать вообще, какого-то негатива. Нигде я не участвовала, ни в драках, нигде. Я, в общем, просто, не знаю, это какая-то величайшая редкость, если честно. И в 94-м году Сергей получил красный диплом, поступил в аспирантуру. И он к тому времени был уверен, что будет работать либо в библиотеке, либо в музее. То есть, в принципе, он там себе уже начертил какое-то ближайшее будущее и определился. Но через год Сергей Бодров, старший, работал в Дагестане над картиной «Кавказский пленник». И младший Сергей отправился вместе с ним, как бы, ну, помочь на съемках. И в итоге стал главным героем картины, рядовым Иваном Жилиным. Там было несколько, вообще, историй по поводу этого, что якобы главный герой этой картины не приехал. И Сергей такой, а давайте я попробую. И вроде как два дня там что-то попробовал, ну, и все получилось. Вот. А кто-то говорит, что нет. Вроде бы, как он даже, ну, пробовался на эту роль. Короче, я не нашла какой-то правды. Ну, в любом случае, нам надо понимать, что папа снял сына в главной роли. Да, в главной роли. И в результате Бодров получил награду за лучшую мужскую роль на фестивалях. Это уже другой разговор. Да, кинотавр и ника. А также приз за лучший дебют международного кинофестиваля «Балтийская жемчужина». То есть он справился с возложенным на него доверием, да, отца? Ну, и не подвел. Не подвел, очень сильно не подвел, если столько премии получил. Все-таки, наверное, может быть, в ВАВГИК нужно было поступать, да? Да, батя, конечно, дал жару. И на Сочинском кинофестивале Бодров-младший познакомился с Алексеем Балабановым тем самым. О! Режиссер был под впечатлением от роли Бодрова в «Кавказском пленнике» и предложил актеру вместе поработать над фильмом. И это как бы стало началом всех началов. Да, удача для нас всех. Удача для нас всех, да. Они стали работать над картиной «Брат». И появляется известный персонаж Данила Багров, герой поколения 90-х. Твой любимый. Мы как почему-то с Данилом очень часто обсуждаем брата, да? Ты как-то там рассказывал, что ты там жил рядышком и вообще очень любил этого персонажа. Ну, в одной сцене, да, я на Приморской, я там жил пять лет в институте, когда вообще где-то там где в него стреляли и попали, по-моему, в этот CD-плеер. Ну, я думаю, что в фильме «Брат 2» там много мест, да, кто где-то рядом жил, да, Саша? Да, но только там все изменилось уже, да, ты сказала. Я такая, о, надо съездить, посмотреть, что там, а там уже все... Да там намыли все это. Намыли, настроили и вообще... Насыпали. Все не так и все не то, да. В 97-м году он женится. На Светлане Михайловой. Тут будет цитата. Я всегда с детства знал, как будет выглядеть моя жена. Видимо, много об этом думал. И когда я ее встретил, то, конечно, сразу узнал и женился. Но только о личной жизни я говорить не люблю. Скажу лишь, что семья, близкие люди — это степень свободы. А свобода — самое важное, что есть у человека. Вот, поэтому мы не будем сильно вдаваться в его личную жизнь. Вот, но он жил со своей женой, у них все было хорошо. Его коллеги на съемочной площадке всегда говорили, что он при любой свободной минуте убегал, ей звонил, они там общались. Потом он прибегал, дальше снимался, и вот так вот было по кругу. Он просто, в общем, ее очень сильно обожал. И тут пошла карьера. Через год после «Брата» выходит фильм «Стрингер» 98-го года. Дальше «Восток-запад» 99-й год. Еще через год «Брат 2» выходит. Далее еще Сергей был ведущим телепрограмм «Марафон 15», «Взгляд» до 99-го года и «Последний герой первого сезона». И вот доступает осень 2002-го года. Бодров приступает к съемкам фильма под рабочим названием «Связной». Это такая философско-мистическая притча о жизни двух друзей, образы которых Бодров, режиссер-сценарист и исполнитель главной роли, подсмотрел в реальной жизни. То есть эта картина была списана, точнее сценарий написан по реальным людям. И отсняв сценой в Желудской колонии неподалеку от Владикавказа, пришла пора снимать сцену встречи главных героев в Кармадонском ущелье. Там же проходили съемки еще одного фильма под рабочим названием «Здравствуй, брат». И снимал его Яропол Клапшин. Съемки закончились за несколько дней до 20 сентября. То есть какая-то популярная локация, да? Ну, там очень красиво, да, там горы, в общем. И, получается, две съемки шли параллельно. И вот наступает 20 сентября. После съемочного дня группа вместе с Бодровым собиралась обратно в лагерь. И в это время с горы Джимара сорвалась глыба льда, упавшая на ледник. И он двинулся на ущелье и накрыл ущелье 300-метровым слоем льда и камней. Вся съемочная группа, естественно, оказалась под этой лавиной. Но погибли не все. Анна Дуброва и Александр Мезенцев, они не участвовали в этот день в съемках, и где-то были просто в городе, их там не оказалось. И кроме того, на съемки в этот день опоздали еще несколько участников. Вот Артем Казик-Багаев, бирейтер, это мне просто интересно, что это люди, которые учат ездить на лошадях, по-моему. Вот, Арсен и Коник, у которого в этот день был день рождения, и они не приехали на съемку, представляешь, и остались жизнью. То есть это как бы опоздание с подслоем жизни, да. Также за 10 минут до схода лавины два оператора тоже успели уехать. Режиссер Алексей Балабанов должен был присутствовать на съемках в день трагедии, но в последний момент что-то ему помешало поехать. И вот вообще я была на выставке Балабанова в Севкабеле здесь, в Питере, и там очень большой отрывок говорится про то, что он очень сильно переживал из-за этого, и сказал, что в тот день он как бы сам умер в душе вместе со всей съемочной группой, потому что кроме Бодрова там очень много было его коллег по цеху, если можно так сказать, с которыми он очень-очень много работал. И масштабные спасательные работы велись два года. Вот. Ну, мало кого смогли найти. Не нашли, да? Или кого-то нашли? Тела 17 человек только нашли. Вот. И после трагедии в Кармадонском ущелье вновь стало местом проведения киносъемок только в 2016 году, то есть через 12 лет. Здесь были сняты некоторые сцены телевизионного сериала «Операция Мухаббат». Я, честно говоря, не знаю, что это за сериал такой. У Бодрова осталась жена и двое детей, дочь Ольга и сын Александр. И, кстати, его сын Александр родился за три недели до гибели Бодрова. Ой-ой-ой. Вот. Я... Да, может быть, такой немножко грустный эпизод, но я не знаю, мне кажется, должна была про него сказать, потому что, во-первых, может быть, кто-то не знал, как это случилось. Во-вторых, не знаю, Бодров Сергей остался в нашем сердце. Мне он очень нравится как персонаж, и когда я узнала его биографию, мне он очень понравился как просто человек. И мне кажется, все должны знать, что вот были такие прекрасные, очаровательные, умные люди. Ну, я должен сказать, что для нас, тех, кто живет в Питере, Бодров, конечно, является для многих культовым персонажем. И у нас же много всяких граффити, да, Саш? Постоянно рисуется Бодрова, такого из «Брата-1» или «Брата-2». Их потом городские власти закрашивают, потом люди опять рисуют. Ну, в общем-то, да. Ну, а по местам съемок все очень любят ходить с фотографиями, там какие-то экскурсии, рассказывают, как это было. Ну, не знаю, это очень-очень круто, да, Брат, хороший фильм. Я тоже ходил на выставку Балабанов. Выставку сделали дети, сыновья Балабанова. И на этой выставке действительно такой большой кусок отведен сравнению, значит, персонажа из «Брата» и реального актера, человека. Во-первых, конечно же, там абсолютно параллельные вселенные, не пересекающиеся абсолютно ни в чем, совершенно ни в чем. Потому что один образованный, московский, золотая молодежь, если уж быть откровенным. И, ну, ты так сказала мельком, все-таки работа во «Взгляде» это был такой большой серьезный шаг, потому что «Взгляд» это была культовая передача. Да, топовая. Просто, которую смотрели все в то время. И очень сильно повлияла она на происходящие события. И в этой же программе во «Взгляде» он рассказывал, был такой репортаж о съемках «Брата». То есть к тому времени он уже был суперпопулярным, суперизвестным человеком. При этом человеком молодым, ну, оценить красивым-некрасивым это, наверное, Юле проще, но при этом человеком, который носил дорогие бренды, имел хорошее образование и не был пацаном из народа совсем. И вот этот образ парня из народа, это образ в кино. И, судя по всему, он очень крутой актер. В том смысле, что этот образ к нему прилипает очень клево. По-моему, в жизни он не был таким совсем, совершенно. И то, что он говорит, такие вот вещи, там, похожи, не похожи, он много интервью по этому поводу давал. Ну, лично мне кажется, что такая актерская игра, опять же, продолжение этого самого выстраивания образа. Потому что во «Взгляде» во многих эпизодах, а я просто в какой-то момент подсел немножко на эту программу, потому что я смотрел эпизоды, и он там был совсем другим человеком. Поэтому если хотите разобраться, если хотите посмотреть, если хотите сравнить, то рекомендуется. Да, архив «Взгляда», да? А я бы хотел сказать, что, конечно, для нас, ну, для большинства, там, Сергей Бодров, если скажешь на улице, пройдешь 100 человек, там, в 99 тебе скажут, это Данила Багров. Да? Просто ассоциация. И я бы как раз хотел, ну, ведь его сыграл Бодров, этого персонажа, и сыграл потрясающе. И ты веришь, что как будто он такой и есть, вот в магазине, в лесу, там, на улице, что вот это он и есть. А вот про персонажа, почему этот персонаж стал таким любимым у нас в стране? Потому что это само лицетворение, скажем так, справедливости, да? Но справедливости и добра, но не такого, подставь щеку, да? А вот такого с кулаками. Ну, то есть добро, типа, должно быть с кулаками. И это вот, это Данила Багров. Герой своего времени. Да. Был запрос на такого героя, и он очень вовремя оказался на экранах. Ну, я думаю, что запрос на добро с кулаками, он всегда есть. Когда творится зло, и оно очень сильно распространяется, и никто его не может остановить ни увещеваниями, ни, скажем так, ни отходом, да, ни уступками. Добро с кулаками, это такой образ, он всегда имеет, скажем так, популярность в обществе. При этом, я, конечно, когда смотрел там в конце 90-х, да, в начале 2000-х этот фильм, он производил впечатление просто неимоверное на меня. Сейчас я не уверен, что, посмотри его в первый раз, я бы понял, о чем этот фильм, и понял бы этого героя, так как он тогда ложился на душу всем. Потому что, откровенно говоря, герой-то, ну, не то чтобы сильно хороший. И творит он там не сильно приятные вещи. Во имя добра и справедливости. Женщин и детей, да? Не вполне понятно, ради чего он это все делает. Ну, вроде бы, там, за брата, за еще кого-то. Но брат-то сам как бы, да? За кого ты защищаешь вообще? Кого? Ты посмотри, кого ты защищаешь? Что-то убийца и подлец. Ну, в общем, в общем. Если не смотрели, посмотрите. Выставка все еще функцифлирует. В Санкт-Петербурге ее продлевали уже несколько раз. Возможно, успеете, если вдруг не были. Ну, и покупайте, поизучайте, посмотрите видео. Оно то стоит. Рассказали три истории. Выпуск наш получился, как мне кажется, интересным, разнообразным. По философствовали немножко. Поговорили. Если есть что добавить, пишите, не стесняйтесь. Если хотите вступить в диалог с нами, то в Телеграм-канале это можно сделать. Или в группе ВКонтакте. Но если хотите написать комментарии, а комментарии очень помогают развитию нашего подкаста, то это можно сделать на площадках в Apple, CastBox. Ну, и можно поставить сердечко в Яндексе. Также нас можно поддержать. Не только словом, не только литерами. Но и звонким рублем. Звонкой монетой, да. Можно нас поддержать. Это можно сделать, пройдя по ссылкам в описании. На Boosty можно подписаться на постоянную поддержку. 100 рублей в месяц будет с вашей карточки списываться в наш счет. Или можно сделать разовое пожертвование. Пожертвование прям? Ну, так это тоже называется. Ну, либо вы можете нам чаевых закинуть. Саш, надо по-другому просить. Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Вот это пожертвование. В общем, есть ссылка. Там можно любую сумму от 30 рублей до бесконечности закинуть нам на счет. Будем признательны, если это сделаете. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что комментируете. Всем большое спасибо. Вам тоже спасибо. Пока-пока. До свидания. Стоп мотор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok